В 7-й избирательный округ входят два микрорайона. В 8-м дома с 1-го по 7-й, 22-й и 27-й. В 9-м микрорайоне дома с 8-го по 17-й и 40-й. В них проживают 3184 избирателя. На сегодняшний день идёт процесс движения. Он продлится до 29 июля. Пока документы принесли кандидаты от четырёх партий – ЛДПР, КПРФ, Единая Россия и Коммунисты России, а также один самовыдвиженец. У нас есть выдвижения не парламентской партии, а коммунисты России. Они будут вынуждены, так же, как и самовыдвиженец, собирать подписи избирателей в свою поддержку. Всего нужно собрать 16 подписей, но по закону можно их принести больше на 4, поэтому 20. Теперь для того, чтобы проверить подписи на подлинность, будут привлекать специалиста-почерковеды из ОМВД. Изменения коснулись и подписного листа самовыдвиженцев. Раньше можно было заполнять сборщику подписи вот эти четыре графы. И только дату внесения подписи и саму подпись ставил избиратель, который отдавал свой голос в пользу кандидата. Теперь первую графу, где фамилия, имя, отчество, тоже заполняет сам избиратель. Это важно. Сегодня прошла регистрация первого кандидата от партии КПРФ. После регистрации можно начинать агитационную работу с избирателями. А вот в СМИ только с 15 августа. До выбора по 7-му избирательному округу пройдут в 6-й школе. День голосования назначен на 13 сентября, но будет и досрочное – в течение 10 дней до самого дня выборов. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».